Скажите, Роман, вот, кронологически, если идти по хронологии, значит, 27 июня эта операция осуществляется, Цемах в Украине. Да. Ну, он и был в Украине, просто на оккупированной территории. И 11 июля, то есть, ну, практически две недели после, состоялся телефонный разговор между президентом Украины и президентом России, Владимиром Путиным, и на следующий день вас уволили. Да. А скажите, какая связь между разговором... Вот вы видите какую-то связь между разговором президентов и вашим увольнением? Я могу только догадываться, что это должен быть связь с этим, потому что, за моими данными и данными тех офицеров, которые принимали участие в расследовании этого злочину по сбитию МАШ-17, эта разговора складалась из двух частин. Первая часть была стосована звольнения наших моряков, а вторая часть – это был ультиматум Путіна до Зеленского, чтобы передать назад ему Цемаха. Это было самое главное подтверждение того, что Цемах – это ценная человек для нас, и она очень больная для Путіна, что она может довести его участие в нашей войне, что она может доказать, что Россия агрессор. И поэтому вопрос стало таким образом, что Цемах и моряки. Это взаимовыгодный обмин, и он должен быть только таким образом. Но зачем же вас увольнять? Я три месяца пытался получать доступ к керівницам СББ с метою объяснить причину моего отстранения от посады. Меня не извольнили, но я отстранил от посады. Керівницам тим подразделом, который протягом пяти лет был самым ключевым подразделом в СББ, керувался в контрразвисе и керувал всей протидеей агентурной деятельности на территории Украины, которая носилась с Россией через оккупованные территории, через Донецк и Луган. И меня удивило то, что сам в момент, скажем так, наибольшей успешной операции, которая таких операций не проводила жодна спецслужба Украины за весь час независимости. Это была первая операция по экстрадиции злочинцев, которые были необходимы для Украины, которые доказали, что Украина выстоя из своей независимости. Меня это удивило. И самое большее это удивило меня за счет того, что молодые офицеры, которые работают сегодня в этом управлении, они не могли, они приходили до меня и спросили, что такое? Мы что-то неправильно делали этих пять лет? В итоге... И что, забегающи наперед, я скажу далее, что структура подраздела работала так, что каждый подраздел, частинка, отвечала за свой напрямок. То есть, цей напрямок курувался отделом, который отвечал за Донецк. Так ось, керівництво этого отдела на сегодняшний день звольнено. Керевник этого отдела, он вимушен был звольнитися. Так довели его до такого состояния. Заступник тоже перевелся. Тобто, работа не совершается. То есть, это все остановилось, и мы не понимаем, почему. Я не могу зрозуметь, почему.